Привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. У меня сегодня очередная распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мою очередную распаковку посылок. И я также оставлю свой инстаграм. Подписывайтесь, я там выкладываю обзор немного быстрее. Все ссылочки на сегодняшние товары внизу в описании. Заходите, смотрите. И если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте, не стесняйтесь, я с удовольствием на них отвечу. Ну что, давайте начнем нашу распаковку. Пауэрбанк из моего любимого магазина ОПК, как-то так называется. Взяла в этот раз пауэрбанк на 20 000 мАч. Очень мощный, хватает заряда надолго. Приходит он в фирменной коробке. Здесь у нас небольшие характеристики, может, кому это надо. Вот так вот это все выглядит. И сам пауэрбанк у нас лежит на подложке. Он такой тяжеленький, но так как батарея очень мощная, ну как очень, для меня это самый оптимальный вариант. Выглядит он таким вот образом, как видите, практически размер с телефона. Здесь написано 20 мАч. Бренд. Сам он приятной текстуры, из матового пластика, достаточно прочного. И здесь у нас подписаны все-все-все входы-выходы. Вот эти вот. Их у нас тут 4 штуки. 2 USB, micro USB и Type-C. И кнопка. Она показывает уровень заряда. В комплекте также у нас провод идет с micro USB. И бренд этот магазин, советую, заходите. И пауэрбанк. Я без этого пауэрбанка, без пауэрбанка, без этого гаджета уже не могу ездить никуда. Езжу к родителям. Да и так, когда, например, розетки рядом нет, а подсередить надо что-то. Взяли, вставили, зарядили. В общем, однозначно, у кого еще нет такого гаджета сейчас в наше время, берите. Он очень-очень необходим и нужен. Советую. А это такая штучка. Вот, как я когда увидела, я поняла, что она мне необходима. Прям очень-очень. В жизни не догадайтесь, что это такое. Приходят, смотрите, в таком вот пластиковом чехольчике. Так, это у нас печать, маркировка одежды, например. Я брала специально для того, чтобы... А сейчас у меня младший идет садик. Старшим я всегда... А так как одежда, он еще маленький, раскидывают. Особо не знают, где их, какая одежда. Форма у них у всех одинаковая. Я раньше вышивала фамилию. Вот увидела такую печать, решила взять. Что она из себя представляет? Вот такая вот пластиковая обычная печать, красивая. Здесь у нас колпачок. И здесь я написала продавцу нашу фамилию и рисунок мальчика. И он мне лично вот такую вот сделал. Что мы делаем? Берем на одежду. Оп. Так. И вот, смотрите. У нас фамилия Елисеев. И всегда, если вдруг форму потеряют, будет фамилия моего ребенка. Будем знать, что это его. Очень классная вещь. Она недорогая. Я когда увидела, я вот прямо сразу заказала. Мне кажется, очень-очень интересно. Особенно можно... Можно абсолютно что хотите заказать у продавца. Это инициалы, фамилия. Может быть, там хендмейт кто-то занимается. В общем, придумать можно что угодно. Выполнено отлично. Приходит в пластиковом вот такой вот чехольчике. В комплекте вот тут что-то продавец пока... QR-код мне для скидки. Теперь я все нашу одежду, все наши вещи пропечатаю. Будем знать, кому они принадлежат. А это такие штучки в одежду, где подмышки вставлять. Здесь мы наклеиваем на одежду вот такую вот штучку. Здесь у нас клейкая основа. И, как говорится, она впитывает пот. Взяла, решила попробовать. Не знаю, как она себя будет поведет. Кто, у кого такие штучки были, пишите в комментариях. Помогли, не помогли. Как они вам вообще в использовании? Интересно послушать. Топ. Такой более спортивный вариант. Продавец положил в продарок резиночку. Ткань очень мягкая, приятная. Очень-очень прям тактильно тянется замечательно. Здесь у нас вставлены чашечки. Так, сзади вот так вот выполнена спинка широкая. И эти чашечки у нас по желанию можно вынуть. Они у нас идут с таким небольшим пушапом. И лямочки у нас регулируются по длине. Они тоненькие. Вот такой вот топ спортивный, мне кажется, в таком очень удобно заниматься. Люблю, он будет замечательно держать грудь хорошо. В общем, ткань мне нравится, тянется хорошо. Здесь у нас ткань двойная. Прошито все аккуратненько, ровненько. Нет никаких дефектов, косяков, ничего не вижу. Все замечательно. И запаха, кстати, тоже нет. На выбор у продавца было много разных расцветок. И вообще в магазине много разных интересных моделей было. Взяла комплект масок для рук и для ног. По две штуки. В общем, каждая упаковка запечатана, запаяна. Такие вот масочки и такие же на ноги. Она у нас, видите, надо тут разрываем. Они пропитаны внутри. Немного влажные. Вставляем ручку. Здесь у нас идет как бы наклеечка, затягиваем и ходим так где-то полчаса сидим, отдыхаем. И вот такая вот маска для рук, которая как по заявлению продавца отбеливает, увлажняет. Здесь у нас стоит срок годности. Все на китайском языке. И абсолютно такие же, но для ног. То же самое вставляем. И я давным-давно показывала похожие и говорила, что ноги потом через несколько дней начинают облизать. И действительно мне понравилось. Пяточки такие становятся мягкие, розовенькие. В общем, решила еще взять. Ну и для рук плюс в комплекте. В общем, такие вот маски для ухода за ручками и ножками. Так, это мужской станок. Пришел он в коробке. Продавца написано. Я так понимаю, станок и два лезвия. А мне пришел только один станок. И все. Буду писать продавцу. Буду возвращать, скорее всего, какую-то часть денег. За то, что он мне не доложил. Самый обычный станок. Пока ничего не могу сказать. Надо его попробовать. Ручка удобная. Она такая силиконина. Держать удобно. Знаете, как обычные станочки. Так это все отщелкивается. Здесь у нас идет пять лезвий. Полоска эта, как ее. Самый обычный станочек для мужчин. Ну и в принципе можно и женщинам. Это маркеры взяла для своих малышей. Рисовать приходят в такой вот упаковочке. Они необычные. Давайте сейчас посмотрим. В комплекте тут 12 штучек. Они выполнены. Их надо перед использованием трясти. И потом, вот тут вот, видите, такой вот стержень. Сейчас потрясем. И надо нажать. Вот он начинает, видите, напитывается, напитывается. Видите, они как металлические. Красивый какой цвет. Не просто маркеры. Они, видите, внутри серебряные, а вокруг обводка идет фиолетовым. Очень красиво. Давайте другой попробуем. Например, зелененький. Что мы делаем? Мы потрясли. Нажали, подержали. Вот он начинает там, видите, вытекает, вытекает, вытекает. Оп. И теперь можно рисовать. То же самое. Видите, в центре серебро, а по краям у нас идет зеленый. Очень красивые, классные маркеры. Типа металлические, так их назову. Я думаю, особенно старшему сыночку понравится такими рисовать. Здорово придумано. В общем, такие вот маркеры. Ты посмотрите, какая прелесть, какое красивое платье. Ну, как, знаете, такой более вечерний вариант. Платье у нас приходит с бирками. 100% полиэстер, конечно, синтетиком. Здесь у нас сверху крашено все камнями. Ткань тут такая из сеточки. Не сеточки, такая вот прозрачная. И все-все в камнях. И небольшие вот такие вот вышивки. Очень красиво. Рукавчик получается у нас тут коротенький. А здесь у нас, где подмышки, резиночка идет. И вот такое вот оно идет. Длинное. И в конце у нас идет такой вот небольшой валанчик, который держит форму. За счет того, что здесь, видите, вставки с жесткой сетки. Они будут держать форму нам. Очень красиво. Здесь несколько слоев. То есть вот этот вот подъюбничек с вставкой сетки для формы. И сверху у нас вот эта вот черная ткань. И вот такое воздушное. Напоминает шифон. Но это полиэстер. Мне очень оно нравится. Красивое. Запаха нет. Ниток тоже. Швы все ровненькие, аккуратненькие. В общем, очень красивый вечерний вариант. Смотрите, какая прелесть. Такой вот красивый небольшой букетик роз. Так, его надо немного привести в порядок. Будет чуть-чуть распушить, выпрямить. Небольшой. Взяла в цвете в таком бежевом или шампань. 17 розочек. Он связан. Все выполнено красиво, аккуратненько. Мне очень-очень нравится. Здесь вот есть листочки. Выглядит очень натурально, как настоящие. Думаю, будет красиво смотреться. Люблю разный текор и для фото, и так ставить. Будет очень-очень красиво. На выбор большое разнообразие расцветок. И также очень большое разнообразие других цветов. Это мужской галстук. Заказываю постоянно в одном магазине галстуки. Очень мне нравится магазин. Выбор большой. Качество галстуков отличное. Очень мне нравится. И цена бюджетная. Очень они недорогие. Поэтому заходите, обязательно смотрите по ссылочке. Выбор большой. Самый обычный галстучек. Тут у нас вот есть ремешок для того, чтобы вставить, не болтался. Все выполнено аккуратно. Хендмей, ручная работа. Как видите, все аккуратненько. Ткань напоминает хлопок натуральный. Приятный на ощупь. И расцветка мне нравится. Заходите по ссылочке, смотрите. На выбор огромнейшее разнообразие. Тяжело на самом деле выбрать расцветку. Много читала про это средство, что решила тоже попробовать. Это порошок или как его называть, честно не помню. Пудра. Пудра, да. Для объема. Бюджетная, хватит надолго. И говорю, читала, действительно помогает. Здесь у нас идут вот таким вот образом дырочки, как обычная пудра. Оп-оп-оп. Она какая-то, видите, воздушная какая-то, необычная пудра. Текстура у нее какая-то прям очень-очень воздушная, как пыль. Видите, запаха никакого не чувствую. Объем здесь у нас 10 грамм. Все тут на английском, китайском. В общем, стоит срок годности. Когда изготовлены, и срок годности до 23-го года. В общем, буду пробовать. Но говорю еще раз, повторю, что читала, пишу, что средства очень-очень классные. Вот пришла мне моя штучка. Я когда, иногда бывает, сижу на Алиэкспрессе, просто ковыряюсь там в разных категориях. И нахожу такие вот интересные штучки. Когда сама нахожу, мне обязательно хочется заказать. И вот нашла вот такую вещь. Да, она как бы особо необходима. Но она мне, когда увидела, подумала, что она мне нужна. Я без нее, как я без нее жила. Знаете, бывает, сижу за компьютером, какие-то заметки, какие-то телефоны или еще что-то. Пишу на стикере и наклеиваю на этот самый, на компьютер. Либо кидаю на стол, кладу. И обязательно этот стикер куда-нибудь потеряется. А вот эта вот штучка, как раз, грубо говоря, для этого. Смотрите, что она из себя представляет. Вот у нас экран. Мы вот таким вот образом клеим, грубо говоря, на наш экран. И сюда мы располагаем наши всякие заметочки, записочки. Здесь у нас идет вот такой вот кармашек, куда мы вставляем. Можем вставить наш телефон. И не просто вставить телефон. Здесь предусмотрено отверстие для зарядки. Представляете, очень продумано все. Так, единственное, вот вижу, мне пришло, как видите, с небольшой трещинкой. Буду писать продавцу. Может, что-то мне возместят. Хотя, вроде бы, упаковка была неплохая, в общем. И сама штучка, как видите, она вся обклеена. Это все мы оттираем таким вот образом. Вот видите, трещинка небольшая. И вот так вот мы на компьютерное наш наклеиваем. Здесь у нас клейкая основа. Также здесь прищепочка типа, можно сюда заметочки вставить. И будет у меня теперь на рабочем столе висеть вот такая вот доска. Могу положить сюда свой телефон и наклеить стикер. Мне кажется, очень прикольно придумано. Очень интересно он. Также можно сюда ложить что-нибудь. Вот видите, в общем, продумано. Вариантов, кстати, множество. Есть с разными фигурками. Я взяла самую обычную классическую. Так, это платье. На свои параметры взяла размер М. Оно идет с пояском в таком же тоне, как само платье. Из такой же ткани. Ткань синтетика, сразу скажу вам по ощущениям. Да, 100% полиэстер. Оно идет у нас с коротким рукавом. Как видите, все прошито тут. И оно не очень длинное. Интересные расцветки. Сзади ничего нет. Знаете, такая типа размытая краска. Ткань тоненькая. Абсолютно не тянется абсолютно. Но она не просвечивает. Такое вот платьице. Обязательно примерю, покажу, как оно будет смотреться. А на выбор у продавца было много разных расцветок. Это две повязочки на голову заказывала у меня мама. Попросила для того, чтобы завязывать, одевать их на лоб, на голову. Когда работаешь на даче, волосы не лезут. И чтобы, когда потеешь, чтобы капельки не скатывались глаз, так скажем. В общем, вот такие вот две повязочки. Синяя, черная. Пришли в упаковке. Аккуратненько сложены. Самые обычные повязки. Здесь у нас шовчик. Он ниточкой торчат. У продавца было очень большое разнообразие таких повязок. Есть и яркие, и цветные. Есть вот такие вот однотонные. Это большая-большая коробка перчаток одноразовых. Приход так вот фирменной коробки. Здесь у нас идет даже срок годности стоит. И все на английском написано. Люблю такими перчатками. Вот сейчас в магазин, конечно, я хожу. И также я люблю такими перчатками убираться дома. Они очень прилегают плотно к рукам. И для меня это самый удобный вариант. В комплекте у нас тут 100 штук. Здесь удобно у нас отверстие для того, чтобы доставать эти перчатки. Вот такие вот это перчатки. Такие белые, как бы прорезиненные. Они плотно, видите, мне по размеру подошли идеально. В общем, и все. И можно идти в магазин сейчас. Либо убираться. Либо еще я стала в таких перчатках. Раньше без перчаток чистила картошку. Сейчас овощи все-все-все делаю в перчатках стараюсь. Очень удобно. Их не ощущаешь за счет того, что они плотно прилегают. И они такие, знаете, тоненькие. Даже не знаю, как вам объяснить. В общем, очень удобные. Я довольна. Хватит мне, наверное, это пачки надолго. А это я взяла аксессуары, фурнитуры, так скажем, для мебели. Это у нас штучка такая. Это у нас подъемный механизм. Взяла для детской кроватки. У нас там мы купили кровати с матрасами, но без подъемного механизма. Очень дорого было. И вот я решила отдельно взять на Алиэкспрессе. Такие вот две штучки с двух сторон, чтобы установить. Вот у нас вся фурнитура в комплекте. Инструкция, как правильно устанавливать. Вот, видите, можно на шкафчик. В общем, куда угодно их можно. И взяла стоппер. Код стоппер магнитный для двери. Его можно устанавливать, как прикручивать. Видите, и здесь, и здесь можно. В комплекте, кстати, есть. Также можно на клейкой основе приклеить. В общем, это мы прицепляем к двери. Это к полу, эту штучку. И что мы делаем? То есть мы закрываем дверь. Оп, и он примагнитился, остановил. Магнит достаточно мощный. Это магазин. Я уже как-то заказывала аксессуары, фурнитуры. Мне очень нравится этот магазин. А это пришла настольная лампа. Приходит в коробке фирменной. Здесь у нас ручка очень удобная. В комплекте у нас идет струбцина, которую мы будем затягивать. И можем эту лампу прицепить на любую толщину мебели, стола, куда угодно. И не только на стол, можно на полку прицепить. В общем, куда угодно. Здесь все крутится, фиксируется. Металлическая все струбцина вся. И здесь у нас накладка прорезины, чтобы не испортить мебель. И здесь также у нас адаптер, лампа. Здесь у нас идет как бы пульт управления. Включение-выключение. Цвет. Здесь есть белый, нейтральный, теплый. И яркость регулируем. Здесь кнопки сенсорные. Кран заклеен пленкой. И сама лампа, вот эта ножка, она гнется. То есть вы можете придавать любое положение, как вам удобно. Беру вторую такую лампу. Я вот не знаю, как же, как говорится, жила без нее раньше. Это настолько удобно, а для деток это вообще, это просто вот находка для школьников. Очень советую. И вот это у нас LED-лампа, такая вот большая белая. Так, тут у нас характеристики. Вот я подключила к розетке. Видите, загорелся огонек, что подключили. Вот кнопка включения. Светит очень ярко. И выключение. Теперь давайте посмотрим, как он светит. Так, нейтральный, теплый. Раз, два, три. Ой, слушай, тут много разных режимов. И теплый, и нейтральный, и яркий, и светлый, в общем. А это у нас яркость. Очень яркость. Я не знаю, как описать. Это самое тусклое. На камеру-то не передать. Но она светит очень ярко. У кого ребенок идет в школу, либо в садик, берите, точно не пожалеете. Она очень удобная. Говорю эту, я уже вторую беру лампу такую. Удобно, что на струбцине. И регулировка яркости, в общем, и светит очень ярко. Удобно вот это вот то, что гнется. То есть любое положение придали ей, поставили как вам угодно. Удобно и можно пользоваться. Вот, видите, как она это делается к столу. В общем, лампой я очень довольна. Берите, не пожалеете. Я смело смогу вам ее рекомендовать. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вы меня поддержите лайками. Будет очень-очень приятно. Все ссылочки на сегодняшние товары внизу в описании. Заходите, смотрите. И если есть вопросы, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Ну что, буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok